Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала Экзегет. На портал поступил такой вопрос. Почему нужно платить деньги за то, что наливают святую воду на крещение? Ну, должен сказать, что этот вопрос вводит в некоторое недоумение, потому что я, в общем-то, всю жизнь, с детства воспитывался при храме, всю жизнь живу в церкви, и я не сталкивался с такими случаями, чтобы в каких-то храмах просили деньги за святую крещенскую воду. И не слышал таких рассказов ни от кого из своих знакомых. Ну, у нас церковь большая, приходов много, храмов много, могут быть, наверное, какие-то где-то удивительные особые случаи, какие-то эксцессы, но мне вот с таким сталкиваться не приходилось. Ну, а если, по сути, крещенская вода раздается бесплатно, платить за нее не нужно. Но вместе с тем верующий человек должен осознавать свою ответственность за содержание храмов, за содержание тех, кто трудится в храме. И если где-то напомнили о том, что неплохо бы оставить пожертвование, то это, конечно, повод не для возмущения, не для ропота, а повод о том, чтобы вспомнить, что дать действительно нужно. Еще ведь в Ветхом Завете десятую часть имущества Господь заповедовал отдавать, десятую часть от каждого дохода, десятину Господь заповедовал отдавать на содержание храма. Если мы откроем уже Новый Завет, вот первое посхание Коринфянам, апостола Павла, 9 глава. Апостол пишет, «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, так как Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Содержание храма требует средств, содержание тружеников храма требует средств, в храме и свет горит, и вода течет, и тепло, где-то печка в сельских храмах горит, и дрова нужно закупать или уголь, или газ, где-то оплачивать центральное теплоснабжение. Все это очень большие средства. В храме поет хор, если это большой приход, и вот те, кто трудятся в храме, и те, кто проповедуют Евангелие, могут жить от благовествования. И святую воду, конечно же, мы можем взять бесплатно, но желательно не забывать, что существуют храмы на наше пожертвование, и вот это является некоторой нашей христианской ответственностью. Если нам об этом напомнили, что нужно пожертвование оставить, то это не повод для возмущения. Нет такой возможности, то всегда в каждом храме пойдут на встречу и скажут нет, значит нет. А если есть такая возможность, то, конечно, очень желательно какое-то пожертвование оставить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok